А в это время у енота понедельник уже задался горячим. Дел не в проворот. У этих, значит, праздники, выходные, а мне потом горы посуды намывай. Видео с этим трудяшкой сняли наши казахские коллеги. На днях енот-полоскун под покровом ночи проник на кухню. И как? Давай посуду мыть. Ну и с тарелок после выходных подъедать. Впрочем, рано ставить этого малыша в пример нашим нерадивым детям и мужьям. Оказывается, енот-полоскун обычно добывает пищу в воде или на берегах водоемов. Зачастую еда оказывается испачканной в иле или песке. Ну а потому животные полощут ее перед употреблением. Это у них врожденный рефлекс. То есть они чистюли, как бы через не хочу. А на кухне одного из ресторанов в городе Пасадена, штат Калифорния, тоже пашет один трудяшка. Там появился робот, предназначенный для автоматизации процесса приготовления бургеров. Робот под названием Флиппи представляет собой манипулятор, напоминающий по форме распиленную пополам чашу Петри. С помощью системы машинного зрения робот распознает различные объекты на жарочных поверхностях. Котлеты из говядины, курицу, сыр и булки для бургеров. Но вот что точно этот малыш не сможет распознать, так это улыбку благодарных и сытых посетителей. Так что требуем доработки. Не хотите бургер? Закажите торт. Вот когда знаменитые и богатые на празднике хотят всех поразить роскошным и необычным тортом, то они обращаются к 82-летней Сильвии Вейнсту, которая и создаст вместо обычного торта настоящий шедевр. Для нее совершенно не важно, закажет ли клиент торт из цветов или же точную копию его любимой вещи. Для нее невозможного нет. Один из таких тортиков может стоить до 65 тысяч долларов. Дженнифер Лопес, Сидни Лоппер, Пав Дэдди регулярно обрывают провода мастерицы. Среди клиентов Сильвии есть также и политики. Это семьи Кеннеди и Клинтон. Надо сказать, что увлекаться вкусняшками Сильвия начала после 50. И это еще одно доказательство тому, что никогда не поздно начать что-то новое. Открыть новую увлекательную страничку в своей жизни. Начать жить с огромным интересом и удовольствием, продлевая себе тем самым годы жизни. Ну и кто после этого скажет, что сладкое вредно?